...что глава Минобороны Братислав Гашич, его друг, на его извинения раскаяния недостаточно, передает ТАСС. Скандал разразился в воскресенье, когда журналистка медиахолдинга Б-92 на пресс-подходе Гашичу стала на колени, чтобы не сгораживать камеры оператора. Министр рассказал, до чего любят журналистов, которые падают на колени. Отмечу ранее, шутку на эту тему допустила глава российского МИДа Сергей Лавров. В аналогичном звучании он сказал, что тереополитически некорректно участвует с мужчиной, стоя на колени. Однако никакой реакции ни в обществе, ни среди журналистов это не вызвало. В Москве сейчас 7 градусов тепла, ночью и завтра днем ждать трех. Так, облачно, с прояснениями небольшая осадка. Алексей Гусаров, служба парка, салюты, поехали на Москву. Спонсор часа, урлопостроительная почта. Москва, улица Климашкина, 22, район 1874-676-6018. Все уже празднуют у вас, да? Что вы остались находясь? Нет, просто так у нас сейчас получается по эфиру, что, ну, как бы, по правилу, один человек ведет линейку 5 часов, а у нас вот по понедельникам еще трехчасовой дневной эфир, поэтому они просто теплые. Это можно выиграть в бесплатную CRM облачного сервиса Bittrex24. Введя историю работы с клиентами в CRM, вы быстро соберете нужную аналитику, чтобы вычислить среднюю длительность продажи в компании. А то, что можно измерить, можно улучшать. Например, ввести KPI для работы менеджеров, забирать информацию о том, что мешает закрывать сделки в установленный срок и улучшать процессы работы с клиентами. С помощью воронки продаж можно оценить, как работают менеджеры, у кого хорошо получается вести переговоры, у кого оформлять документы. Просто выведите данные по сотрудникам на экран, и вы поймете, кто в чем силен. Bittrex24. Работайте быстрее конкурентов с облачным сервисом Bittrex24. Bittrex24. Полный комплект инструментов для ускорения процессов компании. Телефония, CRM, менеджер задач и многое другое. Компаниям до 12 человек бесплатно. Регистрируйтесь на Bittrex24.ру до конца месяца с промокодом ЭХО и получите 10 гигабайт на год. 16 плюс. 17 часов и 8 минут в столице. Добрый всем вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. «Особое мнение» сегодня представляет политолог Глеб Павловский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Плюс 7-9-85-970-45-45. Телефоны для ваших смс-вопросов, пожеланий, мнений. Можете соглашаться или не соглашаться. Но главное спрашивайте. Обязательно самые интересные вопросы я переадресую. Ну и кроме того, работает твиттер-аккаунт. Вызван. Работает и сайт ЭХО Москвы. Я когда перед эфиром просматривала вопросы на нашем сайте к вам, вас много и часто там спрашивали о расследовании, которое предоставил Фонд борьбы с коррупцией, расследовании бизнеса семьи генпрокурора. И вас спрашивали, почему же молчит Кремль? А что, интересно, думает об этом Владимир Путин? А даст ли он ход расследованию или будет так молчать и дальше? А вот сегодня Дмитрий Песков прокомментирует эту информацию и говорит, что не вызывает это расследование интереса, так как речь в ней идет в этой информации о совершеннолетних детях генпрокурора, а не о самом генпрокуроре. Вот это какой-то окончательный вердикт невиновен? Или это какое-то лицо пока? Самое интересное, что было сказано, что это расследование не представляет ничего оригинального, потому что в Кремле много такого известно. С лета. И это говорит просто о том, что, видимо, это заурядно. Это заурядно для большинства людей, с которыми они имеют дело. Поэтому они даже отчасти искренне не понимают, что такого. Ну, что такого? Что тут такого? И в этом проблема, конечно, разумеется, господину Чайку сдадут в тот момент, когда это будет удобным и нужным. И не сдадут в тот момент, когда этого ждет кто-то в обществе особо. Да, это будет неожиданно. Это будет вдруг. И вы будете говорить, боже мой, какой сигнал в том, что сняли прокурора Чайку. Надо обсудить. Что бы это значило в изменении окружения, в балансе, в Кремле? И мы будем это еще раз обсуждать. Видите, у нас получается два сразу топика. Во-первых, мы сейчас уже все обсудили и бесполезно. А далее мы еще раз обсудим. Мы вытащили из архива, это не страшно. Да, бесполезно обсудим, будем вспоминать. Да, почему же его сняли, кстати. Ах, да, было что-то. Вот, а интересно именно то, что это клуб людей, которые друг о друге знают. Действительно, в общем, все более-менее. Ну, такое, на таком уровне примерно все. Ну, вряд ли они искренне не понимают, что в этом такого. Это же не просто обвинение в том, что сыновья генпрокурора пользовались его положением, чтобы строить бизнес. Это обвинение в том, что этот бизнес во многом нарушал закон. Это намеки на связь с одной смертью, которая непонятно криминального характера или нет, исходя из этих сведений. Это все-таки, мне кажется, какие-то такие обвинения, которые не сопоставимы со всем, что делал раньше в фонде. — Разумеется, для того, что, для качества, я сказал бы, расследований, которые делает фонд Навального, это исключительное явление. Это хорошее расследование. Хотя, по-прежнему, я считаю, что вообще-таки расследования могли бы быть и журналистскими. Они просто почему-то у нас не принято их делать. — Почему бы? — Да, с чего бы это. Но смерть, 16 лет тому назад, это не смерть, тем более, что это было до первого даже президентства, по-моему, Владимира Владимировича Путина. То есть, в доисторическое время. Ну, все равно, что до Октябрьской революции. Что касается вот этого вида на недвижимость, этого переплетения, понимаете, здесь действует несколько простых мотивов. А. Все джентльмены делают это. Леди тоже, тем более. Б. Значит, что же, если нельзя вести этот бизнес широко, там, в Штатах, во Франции, что же ему запретить у нас, в нашем, можно сказать, Краснодарском крае. Ну, а то, что здесь цепки, так, опять-таки, пункт третий, он не формулируется, но, опять-таки, присутствует в голове у всех Кремле. Да тут все цепки. Это страна цепков. Примерно так смотрят на страну. Поэтому, как мы будем там выбирать? Один больше цепок, другой меньше цепок. Третий цеповяз. Это просто снижает восприятие таких вещей, понимаете, и создает, действительно, раскол восприятия. Этот раскол углубляется и будет углубляться дальше. Вот если все, я за первый пункт сейчас цепляюсь, если все джентльмены делают это, но, предположим, все делают это. Это в их представлении. Это такой есть, вот такой взгляд на вещи. Вот есть Левистрос исследовал первобытные племена, у которых есть определенная система мира. Вот тут тоже есть своя система мира. Но у всех джентльменов-то получается тихо. У всех джентльменов-то не скандал на весь мир? Это неправильно. Это неправильно. Я думаю, что если бы был разговор без дураков, вам бы без дураков сказали, что, ну, наверное, в старое время бы его исключили из партии. Но у нас же партии, хотя и есть, но непонятно откуда исключать. Это же, не знаю, господин Чайков, партия какой-нибудь или нет. Наверное, нет. Вот поэтому толку-то нету. Вот как-то так. Ну как, можно же исключить из клуба привилегированных таких, что ли? Ну, а может, исключат или, не знаю, ограничат в какой-нибудь кредитной линии кого-нибудь из родственников. Это, нет, это серьезно. Вот это серьезное наказание. Понимаете, более серьезное, чем увольнение. Доступ к кредитным линиям? Да, конечно. А это произойдет тогда, когда вот то, о чем вы говорили, мы расслабимся, уже немножко про это забудем, и тут под каким-то предмогом... Не исключено, да. Да, я думаю, что... А это ведь даже... Зачем вы об этом и не узнаете? Это ведь вещи тонкие, они более тонкие, чем какая-то там недвижимость в Греции. Вот там не поймешь, кто кого перекредитует. А я не могу понять, почему в логике сознания людей наверху это произойдет только в будущем? Но ведь шлейф этого скандала, он накрывает всех. Нехорошо, да. Нет, ну, конечно, они считают, что это нехорошо. Но мысли это, понимаете, как. У них нет вообще представления о том, о существовании какой-то истины вообще, как таковой. Истина это всегда как чья-то, как прическа. Она на ком-то. В данном случае вопрос, это кому полезно? Кто это продвигает? Кому это опасно? Кому полезно? Может быть, есть кто-то, кто считает, что это всем опасно, но я думаю, что так не так. Нет, они не считают, что это всем опасно. Недовольны, да. Но вопрос скорее там, вот, а кто это, кто это устроил? Как хорошо, товарищ Сталин, кто организовал вставание? Вот так, я думаю, что, понимаете, это парализует интерес к содержанию. Ну, мало ли там сколько там квадратных метров, километров, гектаров и чего-то там. Политолог Глеб Павловский, его особое мнение напоминает телефон для ваших вопросов. Плюс 7-985-970-4545. Присылайте, самое интересное обязательно задам. Сейчас небольшая пауза, скоро вернемся. Дело прежде всего. Реклама. Сколько вы тратите на Новый год? Три тысячи на подарок, который любимая положит на полку. Две тысячи на ненужную ребенку игрушку. А что подарят вам? Еще один свитер и носки за пять тысяч. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц. И получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, Кинопакет и Детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru 18+. Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы». Значит так, выходишь утром, с понедельника по четверг, с 9 до 11, а иногда до без 15 и 12. Выбор Ясин. Авторская программа Евгения Ясина. По вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева. Формула Ясина. Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права. Программа «Выбор Ясин». Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь, это всегда право. Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней. Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописи. Налог на взятки и подарки чиновникам. Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов. Эхо Москвы. Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют. У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаюсь. Все опять себе, себе, себе. Слушайте после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка». Теперь в ночь со вторника на среду. Знаменитые процессы, суды и судилища. Всех времен и всех народов. В программе «Не так». На сайте Эхо вы выбираете процесс из пяти предложенных. А потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12.10. День в... Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». 17 часов и 20 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». «Особое мнение» сегодня представляет политолог Глеб Павловский. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Пишите ваши вопросы. Обязательно задам. А вот в этом комментарии Дмитрия Пескова, мы уже обратили на это внимание, но есть и такая фраза. Могу сказать, что эта информация была для нас доступна где-то летом. Мы с ней ознакомились. Это было где-то в июне. Тогда в качестве авторов материала фигурировали другие люди. Как бы намекают нам, что история, мол, ходит из рук в руки. И может быть, все не так просто с ее появлением. Вообще ведь, когда случается какой-то скандал в одной из двух башен правоохранительной системы, либо в Следственном комитете, либо в Генпрокуратуре, находится всегда какая-то версия такая конспирологическая, что, наверное, это вот, если в Генпрокуратуре, то это СК там вредительствует, а если в СК, то, наверное, это Генпрокуратура там подвоевывает. Вы верите в то, что это могут быть какие-то отголоски их непростых взаимоотношений? А что тут вообще такого? Мне вообще неизвестны расследования, которые бы, в принципе, серьезные расследования, которые бы проводились без участия и без поддержки тех или иных аппаратных сил во всем мире. А, простите, кто такой Сноуден? Он что, гражданский активист, вот, с улицы, да, пришел и узнал. Он работал в системе, и поэтому, значит, смог вскрыть ее. Так и тут искусство, собственно, расследователя состоит в том, чтобы использовать конфликты напряжения между чиновниками внутри аппарата в общественных интересах. И в данном случае это сделано. Я совсем не думаю, что там, следственный комитет или кто-то смог бы снять этот фильм. Это очевидно. Поэтому это не тема, собственно, для обстоятельств, но это, может быть, интересно, но уже как для профессионалов расследования, к которым я не отношусь. Ну да, изучение баланса сил, так сказать. Ну да, даже не баланс сил, понимаете, это не баланс сил. Это нормальная внутренняя борьба в аппарате, потому что у нас же нет, выдавлена с площадки открытой политическая борьба. Куда она может перейти? Она перешла в аппарат. Политика внутри аппарата. Там тоже есть коалиции, там есть очень серьезные бои и так далее. Вы просто их не видите в воскресных телепрограммах. Это было бы интересно. Но снаряды рвутся. А снаряды, да, снаряды рвутся, но тоже рвутся, как бы, обернутые в ковер. Такие вакуумные бомбы. А в ковер для чего? Чтобы там самый главный человек не услышал? Есть очень важные условия. Важное условие стоит в следующем. Борьба, может быть, в аппарате может быть и жесточенной, но борющиеся не имеют права обращаться к улице. Они не должны, как говорили в советское время, выносить за пределы, в непартийной массы. Поэтому, кто-то мог какую-то часть информации, я не могу оценить, какую, и вы не оцените, какую, слить расследователям Навального. Очень может быть. Ну, вопрос, подтверждена она или нет. Ну, да. А дальше, ну, глупый только расследователь просто берет, как говорится, из клюва и в таком же виде публикует. Тогда это очень быстро вскрывается. Здесь же явно совершенно, что все данные были проверены. И они выдерживают реально, во всяком случае, на первый вид выдерживают критику, потому что были немедленно, сеть начала проверять все. А вот если этому расследованию и последующему взрыву после него предшествовала какая-то аппаратная борьба, то там сейчас инициаторы этой борьбы по голове не получат? Я не думаю. Может быть... То есть это не исключено. Но главное, что это мы... Ну, давайте посочувствуем неизвестному борцу. Значит, интересно, был бы такой вот памятник неизвестному аппаратному борцу значит, всех времен и народов, значит, вот... С безликим... Открыть, да, без лица, без лица, значит, сказать, совершенно вместо головы портфельчик. Это просто вот то, что мы это чрезмерно обсуждаем, говорит о том, что мы отвыкли просто вот от обычной политики. Какая есть. Хочу вас развернуть немножко в другую сторону. Вот сегодня прокурорская проверка пришла на телеканал «Дождь». Сотрудники прокуратуры проверяли исполнение законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, трудового законодательства, а также законодательства о лицензировании. Были сообщения, что и пожарные тоже приходили. Депутат Госдумы Алексей Журавлев попросил генпрокуратуру проверить телеканал «Дождь». Журавлев его заподозрил в нарушении закона о СМИ и закона о противодействии экстремистской деятельности, как раз. Вот это, как вы думаете, инициатива какая-то частная, господин Журавлева, или все-таки есть общая тенденция, и он как-то ее хорошо чувствует? Нет, ну я совершенно не знаю. Обычно я отношусь к людям такого типа, просто к нормальной агентуре. Агентура – это ее работа. Значит, они должны все время что-то обращать на что-то внимание, призывать своих шефов, так сказать, к чему-то, к каким-то действиям оперативной структуры. Но это не… А то, что как действует, наша система, хорошо известно, она вот действует, я бы сказал так, антропологически, то есть не репрессивно. Она смотрит, что у тебя, где у тебя, какие, где у тебя разъемы, где ты подключен к сетям, и что у тебя, значит, там, так сказать, вот пожарные инспекции, а как с паразитами, может, паразиты у тебя есть, надо еще проверить, значит, паразитолога могут прислать, могут, значит, сказать, достаточное ли количество установленных, значит, сказать, точек санитарных и так далее. То есть она действует таким образом, она не может сказать тебе в лицо, что я тебя ненавижу. Поэтому она размывает сигнал. Она тебя, так сказать, мягко от души придушит, отпустит, придушит, отпустит. Смотрит, это тоже очень интересно. Это ведь создает какой-то особый, особых людей. Вот представляете себе оперативников, которые нового типа, которые одновременно должны быть специалистами в, значит, в санитарном состоянии, СМИ. Вот, одновременно быть способным привлечь бригаду, телебригаду, да, они же работают теперь обычно вместе с телебригадой, мне приезжают, значит, сразу вместе тебя снимают, значит. Пара известных телеканалов. Да, 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 да. И все это, это другой тип людей. Это такие люди, которые являются специалистами по нанесению, как бы, разностороннего вреда. Я бы сказал, такие разносторонние, универсалы причинения мелкого вреда. Конечно, такие люди бесполезны в любой серьезной борьбе с настоящим врагом. Как вы понимаете, из случаев приходу настоящего врага, они, собственно говоря, первыми превращаются, значит, в коллаборационистов. Ну, это известная история. Но они создают просто такую гадостную атмосферу. Вот это создание гадостной атмосферы, это одна из функций, к сожалению, сейчас нашей системы власти. Ну, просто я не очень понимаю, зачем, если честно, никаких дивидендов, никто с полки пирожок не даст. Ну, кто-то, кто-то попросил это сделать. На каком уровне, вы не поймете. Или кто-то считает в аппарате, что его начальник ждет, что он это сделает. Такое тоже еще чаще бывает. А потом, ну, в крайнем случае начальник скажет, да ну их оставь, оставь, не трожь. Вот, так сказать, и поэтому вы никогда не выявите чистую схему к тому, как это происходит, за редким, редчайшим исключением. Ну, вот как в случае было с избиением Олега Кашина, да, где часть схемы, значит, по совершенно посторонним причинам вышла на поверхность случайно, фактически. И вот вы видите эту цепочку, как она собирается, из каких она элементов, и вот из каких, это такая вот электрическая цепь из живых тараканов, так сказать, вот. Которая тоже работает как электрическая цепь, но потом тараканы разбегаются, и вы уже ничего не поймете. Глеб Павловский, его особое мнение в эфире Эхо Москвы и RTVI, 17.30 у нас сейчас в столице, это значит, что мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, напоминая, что можно задавать вопросы и различным образом, либо поддерживать Глеба Павловского, либо не поддерживать, но, во всяком случае, высказывать свое мнение. Глеб Павловский, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Про дальнобойщиков вас много спрашивают, но мы еще дойдем до этого. Что-что? Про дальнобойщиков вас много спрашивают, но мы до этого еще сейчас даем. Лихо. Декабрь. Отметим декабрь. Годовщину. Это произошло на фоне решения ОПЕК, сохраняя фактические объемы нефти, добычи нефти. А Крым не будет принимать электроэнергию из Украины в случае возобновления поставок. Как заявил глава региона Сергей Аксенов, полуостров полностью отрезан от Украины, власти республики не намерены поддерживать отношения, передает АССК. Накануне вечером стало известно, что украинские активисты перестали блокировать отремонтированную ЛЭП в Херстонской области. После этого президент Петру Порошенко обещал, что в ближайшее время будет ловлено вне поставки электроэнергии в Крым по одной из четырех лет. Российский посол вызван в МИД Турции из-за инцидента в проливе Босфор. Как сообщает рейтер, дипломаты потребовали объяснений по поводу информации в турецких СМИ о том, что один из российских моряков на борту военного корабля кинул на плечо ПЗРК, когда корабль проходил минус Стамбула. Ранее глава турецкого МИДа назвал это провокацией. Комментарий со странами Минобороны России по этому поводу не было. Сношения между двумя странами обозрелись после того, как СУ-24 был сбил турецким истребителем. США объявили о новой помощи в Украине на 190 миллионов долларов. Такую цифру назвал вице-президент Джозеф Байден, который встретился сегодня в Киеве с украинским президентом Петром Порошенко. На что пойдут средства он не уточнил. Отмечу в оборонном бюджете США, предусмотрена военная помощь в Украине в размере 300 миллионов долларов. Помыл Андерсон приняли в Кремле с американской актрисой. Встретился глава администрации президента Сергей Иванов. Сообщается, что он вручил ей сертификат хранителя одного из дальневосточных леопардов. Животное назвали Помыл. Счета будем леопардов спасать. Ублышная и небольшая осадка. Реклама. Реклама. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад. Подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на «Преображенке». ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследия-хаус.ру Читайте в понедельник в новой газете. Бьем не по Турции, а по тем в стране. Кто хочет работать? Эксперт Андрей Мовчан. О том, кто больше проиграет от разрыва отношений с Турцией. И почему большинство граждан обоих государств готовы с этим согласиться. Из семи прибывших в колонию больше всего били 16-летнего украинца. В Белореченске возбуждено дело по факту убийства подростка сотрудниками ВСИН. Болотное дело выходит на новый уровень. По подозрению в участии в массовых беспорядках арестован анархист Дмитрий Бученков, которого даже не было на Болотной площади 6 мая, 16+. Подумаешь, квартира с видом на набережную. Уникальная архитектура? Парк? И даже театр? Да наверняка еще и замкада. Конкуренты завидуют, ведь в Москве появился Зеланд. Жилой комплекс арт-класса всего в 5 километрах от Ремля с квартирами от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Звоните 495-228-2288. Проект группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zelad.ru Реклама на радио Эко Москвы. 921-4041. Код 495-921-4041. Код 495. Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова. Вы можете услышать в одноименной программе Особое мнение в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгала. Эко Москвы. Слушайте радио. Остальное видим. Радио Эко Москвы и компания. РТВА представляют программу Особое мнение. 17 часов 34 минуты. Еще раз добрый вечер. Всем это программа Особое мнение. Особое мнение представляет сегодня политолог Глеб Павловский. Я сегодня буду... Меня зовут Оксана Чиш. Я сегодня буду выполнять такую роль девочки из мультфильма «Фильм-фильм-фильм», которая по лугу с цветочком бегает. И буду наивно вас спрашивать, зачем. Есть еще одна история, за которой сегодня многие следили. Это дело активиста Ильдара Дадина. Басманный суд сегодня приговорил его к трем годам колонии, признав виновным по статье неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Дело в том, что Дадин стал первым активистом по этой статье. Статья относительно недавняя была добавлена в уголовный кодекс в 2014 году. И Дадин, как его признали виновным, он участвовал в четырех несанкционированных акциях. Соответственно, три года колонии за четыре несанкционированные акции. Ну, казалось бы, всех научили в 2012-м. Вот зачем вот это сейчас? Кто, с кем бороться-то? Ну, как зачем? Видимо, в отличие от Чайки, в Кремле потрясены человеком, который вышел несколько раз на, а что у нас называть, санкционированный, несанкционированный, тоже не всегда понятно, мероприятиями, потому что есть еще споры о том, где оно должно пройти, где оно кончается и где начинается. Конечно, это логика пенитенциарная. Наша власть, она ведь пенитенциарная власть. Она ее... У меня несколько философий, одна из этих философий, это перевоспитание, и, так сказать, репрессиями, такими исправительными санкциями. Вот Дадин имеет то удобство, что он выходит на улицу не, так сказать, не на большегрузе, вот, это не колон дальнобойщиков, и он... Он как бы один, он индивидуал, и он упрям. Ах ты упрям, мы тебя будем перевоспитывать. Вот такое тоже мышление. Оно тоже не работает, так же, как и другое, потому что упрямых людей не перевоспитаешь, это я точно по себе знаю, а, так сказать, а на остальных, так сказать, это не влияет, потому что он для них, ведь им известен Навальный, им не известен Дадин, то есть, собственно говоря, такой вот пенитенциарный пиар Дадина устраивает Кремль. Зачем? Чтобы было. Для коллекции? Для коллекции прецедентов, потому что система слабая, она может действовать только, вот, как китайские врачи, акупунктурно. Она втыкает иголочки. Какая система слабая? Наша, Российская Федерация. Ничего себе слабая система. Она очень слабая. Она очень слабая, я на эту тему уже написал несколько книжек, это ее особенность, государство отличается от государственности. Но тем, что государственность это слабая система, притворяющаяся государством. В ней нет управления, она вынуждена имитировать управление, покупая лояльность или покупая спектакли, так сказать, управляемости. Вот. Ты изобразил управляемость, тебе ее из бюджета, да, значит, и так далее. Вот. Поэтому, но как поддерживать вот эту лояльность в массах, в частности, вот такими акупунктурными тираническими акциями. Вот. Ты втыкаешь в живого человека иголку и смотришь, как он бегает, знаете, как злые мальчики. Такие. У лягушек. Да, у лягушек вот. Вот. Это, ну, на всех иголок не хватает, да, а просто сказать, эй, во всех втыкайте подряд, значит, тоже страшно, потому что они же знают свои кадры. Эти кадры пойдут в первую очередь к тем, кто пожирнее, а вовсе не к гражданским активистам. Поэтому на репрессии реальные она, эта система не способна, это хорошо. но она способна мучить. И вот профессионалы, мучения, технологи, виртуозы, мучение, мучительство людей в ней есть, она выражена. ...пращивает эти кадры, но они опять-таки вот средоточены в разных местах, она не может их собрать в кулак. А на кого на всех иголок-то не хватает? Всех-то не так много. Ну, понимаете, когда в из-за то вот может дались проблемы, вот, поэтому действует таким вот локальным точечным путем. Знаете, вот, уже есть такое выражение, да, нанесение точечных ударов. Уничтожено, сообщает, уничтожено 10 командных пунктов ВИГИЛ. Террористическая организация, запрещенная в России. Или нефтехранилищ, не являющихся террористическими организациями, не запрещенных в России, но, значит, и вот таким же образом действует и здесь. А, в принципе, вот, я думаю, вот эта история сегодняшняя с «Левчашкой» у нас состоялась с каким-то моряком, который, значит, разумеется, по команде вытащил ПЗРК и погрозил Константинополю. Представил себе красивый кандидат. Да, да, то есть, приобретя сразу, значит, сказать, полный Константинополь друзей России на будущее, значит, да, вот это так, так они действуют. Вот это и есть модель. Это и есть модель, которая мешает государственности стать государством. А, ну, государственность в государстве, она все равно опирается на какие-то классы, да, на какую-то поддержку. Вот с дальнобойщиками что за история? Почему никто на них не реагирует? Ну, в самом деле, это же по прямой это кто-то электорат. Не скажите, что совсем не реагирует. Не скажите, нет. Во-первых, реагируют, но не хотят идти навстречу. Здесь действительно у вас оказалось цванги, потому что между, так сказать, самым ядром премиальной группы, которая, значит, составляет самое ядро элит верхних и организованной частью трудящихся, в данном случае, дальнобойщики, но ведь они не единственные, кто может организоваться. Значит, что, что было делать? Конечно, понятно, что надо отменить эту самую систему Платон. И в, я думаю, даже в прежней, даже во втором президентстве Путина это бы сделали. Вот, сказать, но сейчас, когда, значит, они сами себя через свое же телевидение настраивают, что вообще нет никаких нигде компромиссных решений, что все решения являются победами, безоговорочными капитуляциями, то, в общем-то говоря, они, они как бы уничтожают те кадры, которые в самой власти способны, может быть, были бы разговаривать с дальнобойщиком, договариваться. Но, заметьте, значит, тут же обкарнали эту систему Платон, полиция вела себя чрезвычайно мягко, просто как у джентльменов в сравнении, да, они не так, как с Дадином, да, значит, и... Не так, как с многими, вот, да, да, и уж точно не так, как с человеком, которого, так сказать, поймают на темной улице ночью. Вот, разговаривала вежливо, осторожно, значит, блокировала, ну, крайне мягкими средствами, и вела себя с административно-полицейской, с полицейской точки зрения разумно, в том смысле, что избегала конфронтации, избегала создания пробы сил, вот, потому что люди грубые, да, они ведь действительно, это, они ведь сильные люди, поэтому здесь была работа на истощение, так же, кстати, вот вы спрашивали про Навального, как и с Навальным, вы сегодня о нем спрашивали, вы же не будете через неделю каждый день спрашивать про Навального, правильно, значит, тема будет сходить на нет, так и дальнобойщики, здесь взята тактика, значит, сведения темы на ноль. Постоят, постоят у них, значит. Ну, да, 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 она, кстати, не всегда, не всегда срабатывает, но вообще, в целом, это очень известная, старая, добрая полицейская практика, но теперь, я думаю, что будет очень трудно все-таки взимать с дальнобоев реально, вот, даже эти сниженные расценки, ну, опять-таки, кто-то там получит по шапке, да, ну, исполнители, конечно, исполнители, потом опять же, это дети, это же дети. Неразумные? Дети, это же дети, дети наши, все, у прокурора есть дети, значит, дети, вот это, и вы знаете, фактор детей, фактор принципов, мы будем ощущать все сильнее, заботу о детях, причем, о некоторых детях, да, как и в анекдоте, у генерала тоже есть дети, значит, да, вот, 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 о этих генеральских детях мы будем слышать все чаще, они будут создавать все больше проблем для своих родителей. А вот кого-нибудь интересует настроение этих дальнобойщиков, я говорю дальнобойщиков, очень условно, потому что завтра это могут быть из воздуха, да, сейчас абсолютно шахтеры, или еще кто-то, или еще кто-то, вот, кого-нибудь интересует настроение этих ребят в 2018 году вообще, потому что они к тому моменту уже три года будут какую-нибудь очередную подать, платить, например, и, наверное, они будут не очень, неоднозначно настроены. Системы так не думают, системы так не думают, это вопрос, как бы, абсурдный в рамках нашей системы, что будет в 2018 году. Она сейчас занята выборами в Государственную Думу, вот, и, разумеется, как часть подготовки к 2018 году, но идея все-таки, что все под контролем, идея, лишь все под контролем, а есть сбои какие-то, отдельный сбой, вот, дальнобойщики, сбой, да, ну, значит, надо как-то разобраться, но зачем заниматься тем, что будет в 2018 году, тем, что накопится, нет, нет, они так не думают, они бы, наверное, затасковали. Будет хлеб, будет пища, там разберемся. Да, песня будет, я думаю, что вот песня уже заказана к 2018 году. Наверное, с конкретными артистами, наверное, Да, вечными, вечными, и, собственно говоря, я даже думаю, что многие наши исполнители, значит, так называемые популярные массовые исполнители, живы только потому, что им непринусно что-то заказывают, и, причем, поскольку уже их образ встроен в этот заказ, им некуда деваться, как у Агаты Кристи, да, говорит режиссер, значит, в одном детективе, значит, про убитого. Вот, ничего, у меня фильм должен выйти, значит, к Новому году, и если у меня убит артист, я подопру ее поленом и буду снимать. Значит, вот, я думаю, что так мы действуем, так мы готовимся к 2018 году. Спасибо большое, политолог Глеб Павловский, это было его особое мнение, меня зовут Оксана Чиж, спасибо всем, кто участвовал и слушал. Есть вопросы? Есть вопросы. Хорошо. Спасибо. Ой, не за что. Не успели послушать передачу? Просигнализируете нам, да? Просигнализируете, эхо-мск.ру, там же можно все обсудить, главное запомнить наш адрес, эхо.мск.ру, рекламно-информационная программа, люди и деньги. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости Простор, представляет новую технологию, не только скоростных продаж, позволяющую продателям обменять квартиру быстро и с максимальной... 12 декабря, день Российской Конституции. Почему власть перестала объявлять этот день праздничным? Ну, в нашей стране население мыслит практически, поскольку выходной перенесен на 4 октября, то и праздника как бы нет. Это это раз. Во-вторых, все власти в нашей стране, вот сколько было у нас Конституций, каждая из Конституций при введении объявлялась днем народного торжества, и потом, через несколько лет, это аккуратно забывали. Вот просто, просто вот все, без исключения Конституции, которые водились по ним, были праздничные дни, и все их старались забыть. Это неприятное воспоминание Конституции. 21 год назад началась война в Чечне. Как изменила эта война суть политического режима в стране? Война не изменила режима. Режима тогда еще не было. Вокруг войны сформировался режим, фактически. Наш государственный политический режим, не справившись с проблемой Чечни, сепаратизма, независимости, Чечни, не найдя, так сказать, никакого политического решения, перешел просто в другое состояние. И с 95... Почему разоблачение Алексея Навального Кремль исчел возможным проигнорировать? Не надо принимать демонстрации власти. Прести рукопись песни Боба Марли Keep on moving.